Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. Мы разбираем сегодня самые интересные моменты группы А, главного дивизиона онлайн-олимпиады. И сегодня мы отправимся на три таких элемента, которые я для вас отобрал, и поговорим о событиях в этой группе. Итак, эта группа была интересна прежде всего противостоянием Китая и Индии. Шла долгая и упорная борьба, вплоть до последней партии, последнего тура, где как раз таки индийцы и встречались с Китаем, с очень представителем Китая. Ну, что же могу сказать, забегая вперед, индийцы обыграли Китай и завоевали вот эту вот заветную путевку, прямую путевку в четвертьфинал нокаута. Напомню, что именно первые команды в группе попадали в четвертьфинал напрямую. Китаю же предстоит играть с Украиной в одной восьмой. Об этом по порядку. Мы видим, что и сборная Германия ворвалась в нокаут. Обо всем этом мы поговорим. Итак, поехали. Начнем мы с партии лидеров сборных команд, сборной Китая и сборной Ирана. И поговорим о первой такой интересной партии. Партии между Диней Женем и Максаду Пархам. Итак, ну, был разыгран достаточно стандартный такой дебют с переходами. Классические типовые позиции Миттельшпиля с изолятором или с висячими пешками. Периодически они возникают, трансформируются. Это можно увидеть и в принятом ферзе, и в Немцовиче, и в защите каракана, так и Панова. В общем-то, здесь масса возможностей. Итак, ход А6. Черные пытаются провести Б5. В таких позициях это, в принципе, стандартная игра. Обычно, правда, коня с Д5 могут убирать или подкреплять его по-другому. Перекрываться как-то, перекручивать коней. В общем-то, поле Д5 здесь является ключевым. Итак, слон Б3. Полезный ход. Слон Ф6. Это все большая теория. Конь Е4, слон Е7. И здесь вот день придумывает новый ход. Ферзь Д3. С одной стороны, он не так уж и новая сама идея. Белый ферзь присматривается к королевскому флангу. Плюс ко всему освобождается дополнительные поля. Но без хода А3 обычно в таких позициях обойтись сложно. Поэтому чаще всего в таких позициях играют А3 для того, чтобы поле Б4 обеспечить контроль над этим полем. Но ферзь Д3 мы видим, что китайский шахматист тоже очень глубоко играет, периодически пытаясь сыграть очень конкретно. И спровоцировал бы к садлу на такое движение. Конь Б4, ферзь Д2, Б5. Ну что же, все в общем-то разумно. А3 так или иначе ход был осуществлен. Конь А5. Такой промежуток важный с нападением на слона Б3. Естественно, Динь сохраняет белопольного слона, потому как белопольный слон в таких позициях с изолированной пешкой Д4 и со слабым полем Д5 является ключевой фигурой белых. То есть мы должны этого слона всяческим образом сохранять. Лишь в некоторых случаях мы можем его разменять именно на поле Д5. Итак, конь С4, ферзь С3. Конь Д5, ферзь Д3, ладья А7. Ну что же, в общем-то, вот такая вот трансформация интересная. Ладья по седьмому ряду хочет подкреплять конь С4 или в некоторых вариантах может и на поле Д7 осуществить переход. Но в целом, в целом позиция крайне интересная. И вот мы видим, что слон С2, вот такой вот ход, уже построена батарея. Это стандартная такая игра. И белые грозят уже какими-то отскоками, типа конь С5. Спровоцировав таким образом ход Ж6. Ж6 в таких позициях ход необходим. Никаких А6, никаких Ф5 преждевременных. Поэтому ход Ж6 достаточно правильный. А4. Грамотное продолжение ведения атаки. Пешка Аш теперь является таким тараном. Таранной идеей. То есть для того, чтобы разрушить вот это вот положение. В некоторых случаях после хода Х5 и взятия на Ж6. Начинаются возможные жертвы на Е6. В том числе и фигуры, и ладьи можно жертвовать и так далее. Поэтому А4 ход стандартный. Также брать таких позиций на А4 не рекомендуется. Потому что после взятия сразу же возникает ход слон Ж5. И все черные поля начинают провисать. Что можно сказать? Значит, Максаду пошел ладья Ц7, Х5. И здесь уже можно позицию оценить как неприятную для черных. Так как их фигура все-таки немножко подвязана. Ладья Е8 попытался по архам укрепить пункт Е6. Но мы видим, как активно, сверхактивно день лежения нападает. Освобождает пули Х3 для ферзя. Готов ворваться на Х7. Параллельно он еще грозит взятием на М7. Таким образом разрушает защитника пешки Ж6. Убирая его. И Ф5 приходится играть. И Ф5 это достаточно серьезное достижение для белых. Ну, казалось бы, фигуры зависли. И ход Ф5 может быть выигрывает партию. Но у деньга был прекрасный ответ. Который он и осуществил. Это ход Фержа Ж3. Обратите внимание, конь остается под боем. А в случае взятия этого коня, белый наносит разящий удар на Е6. И после слона Е6, Ферзбидж Ж6, КРН8. Сначала с шахом съедается слон. Ну, а затем уже, в принципе, дело техники. Через некоторые шахи можно подключить, скажем, ладью. Ну, и белый и черный здесь совершенно беспомощны. Много угроз. Скажем, даже слон Ж5 угрожает с перекрытием. А слон не может ходить, потому что ладья на Е8 также провисает. Ну, в общем, такая интересная идея. Ферзь Ж3. Обратите внимание, что такие вот вещи, как удары вокруг короля, когда ваш король открыт, они всегда возможны. Пошел слон Ф8. Пархан, конь С5. Все фигуры белых зашли на нужные поля, и теперь на Е6 на страшном просто смотреть. Пришлось играть Е5, и Дин еще один делает ход конь Ф3, но он оказался неточным. Стоило предварительно сыграть Б3 и продолжить атаку. Конь Ф3 после этого хода, казалось бы, черные контролируют ситуацию, но последовал спокойный ход Б3, и вполне возможно, что именно этот ход явился серьезной неточностью. То есть, стоило уже жертвовать на Е4 и играть в какую-то такую сложную позицию. Опять-таки, после конь Ф3, Е4, Б3, у черных здесь был очень сильный ход слон Д6, но такой ход, конечно, решиться на такой ход непросто. То есть, мы видим, что пешка на Ж6 висит, но в случае взятия ладья по седьмому ряду, как раз-таки, вот это вот, она очень полезно помогает. И уже чуть белые имеют проблемы. Значит, вместо этого последовал ход ЕФ, а здесь уже это явилось совершающей ошибкой, потому что после Ф3, Ж6, ладья Ж7, ладья бит Е8, просто-напросто у черных не хватает материала. И вот после некоторых ходов, в общем-то, несложных для белых, вот мы видим, что еще наносится такой простой удар, и впоследствии белые просто-напросто побеждают таким вот простым образом, съев все пешки. Ну, такая вот была небольшая зарисовка от День Лежения. Вы можете повынимательнее посмотреть, где белые могли усилить позицию. Вполне возможно, что после хода Ф3, С8, у белых было что-то еще. Ну, в общем-то, все в ваших руках. Так, следующий пример, достаточно неплох, тем как раз-таки тоже лидеры сборной играли. День Лежения нас интересует, так как все-таки это топ-игрок, топ-3 в рейтинг-листе мировой табели. И вот партия с Джабавой, тоже с лидером грузинской сборной. К сожалению, грузинская сборная выступила неудачно. И вот один из таких примеров, как раз-таки, где Бадур Джабава, славившийся своей активной игрой, своей такой манерой комбинировать, получил такую достаточно пассивную позицию, где приходится ему терпеть без каких-либо идей. И вот в этой позиции День Лежень, как раз-таки, очень здорово подчеркивает беспомощность черных. Играет слон H4. Мы видим, что давление крайне неприятное. То есть, белые очень здорово владеют и центром, ограничивая подвижность фигур. Коня B4, слона H7. Плюс еще коня F6 подвязывают сейчас. Ну и у черных нет просто-напросто активных ходов. И вот попытался Джабава сыграть G5, слон G3 и C5. Попытался хоть как-то вскрыть игру, но День Лежень мгновенно нанес удар именно в самом таком, казалось бы, защищенном месте. Коня F7. И выяснил, что просто-напросто все плохо. Владя F7, E5. И произошла такая достаточно быстрая трансформация преимущества. Черный король теперь слаб. Слаба пешка E6. Она, в общем-то, быстро потерялась. Впоследствии вот такой вот Эншпиль День Лежень легко реализовал. Ну и дальше, в общем-то, было дело техники. Несложные техники, которые китайский шахматист продемонстрировал. И еще один прекрасный пример. Пожалуй, самый интересный пример, на мой взгляд, этой группы. Самая такая насыщенная партия. Это партия Надербек Абду Саторова, который играл белыми и представлял сборную Узбекистана. Узбекистан был очень молодежный, звездный состав. И играл он против очень крепкого шахматиста Монголии, Бельгуна Сумия. Сборная Монголии очень здорово себя проявила. И в целом они выступили более чем достойно. Я покажу еще раз таблицу чуть позже. В какой-то момент они были близки к тому, чтобы сделать ничью с очень серьезной командой Китая. Просто чудо произошло, что они ее не сделали. Ну, затем они отобрали очки у Индии. И блестяще сыграли с Германией. Так что они убились блестяще. Хотя не обладали какими-то суперзвездами. И вот одна из этих партий как раз-таки сыграна на очень высоком уровне. Итак, что же было здесь? Здесь у нас получился такой гибрид Станевали. Так называемый Станевали это каменная стенка. Ее называют Стоунволл, Станеваль, проще говоря. И черные делают вставку на положение вот этого коня Е4. А белые стараются его оттуда постепенно попросить. Занимать пытаются поле Е5. Но в этой позиции мы видим у черных большой контроль поле Е5. То есть на данный момент конь Е5 ход невозможен. Ввиду потери пешки. И Дусатов пытается раскрыть пространство, обеспечить пространство на ферзевом фланге. Итак, партия примечательная. Мне очень понравилась тем, что здесь будет очень много интересных моментов. Которые, скажем так, нестандартные порой для Станевали. Итак, ферзь АЖ6. Ферзь А6. Это, в общем-то, стандартные игры. Черные периодически пытаются запустить пешку Ж. В некоторых ситуациях могут пробовать и ладью переводить по этим полям. Пытаясь пристать к королю. И вот в таких ситуациях белым, конечно, надо сразу засылать коня на Е5. И дальше смотреть, что происходит. Правильно сыграл Надербек. И вот черные сделали немножко ход назад. Коню в 6. Ф3. Все очень грамотно. Ж5. Мы видим, что черные тоже не стоят на месте. СД. Ход немножко преждевременный. Можно было не торопиться с этим движением. Пойти по колоде от С1. Но хотелось, видимо, Надербеку определить ситуацию. И очевидно, что после ухода ЕД проблемы со спешкой на Ф5. А в случае СД как раз-таки линия С в руках белых. Они обладают большим перевесом. Но в этой интересной позиции взял конем на Д5. Монгольский шахматист. И вот как ни странно, вот это вот движение конь Д5. Оно вообще, в принципе, не стандартно для таких структур. Оно, в общем-то, его надо всяческим образом избегать. Иначе теряется вообще вся стратегическая мысль Станеваля. И чаще всего просто происходят какие-то руины, развалины. Белым чаще всего сыграть остается Е4. И таким образом скрыть позицию короля. Но, как ни странно, все оказалось не так просто. Конь С5 сыграл Надербек. Мне кажется, чуть рано была осуществлена идея. После взятия на Е5 и ухода слона на С7. Позиция, кстати, оказалась достаточно у черных крепкой. Слон С4. Опять-таки, очень медленный ход. Честно говоря, стоило попытаться либо зафиксировать структуру, либо вот я предлагал вместо хода конь С5 Ж3 с идеей Е4. Вот в этой позиции вполне разумным. Дабы обеспечить контроль над полем Ф4. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что же произошло. Слон С4 и Ф4. И здесь Надербек бьет на Д5. И, казалось бы, надо бить пешкой Е, открывая голопольного слона. Но нет. Постынул неожиданный ход тоже ЦД. Впоследствии ладят С1. Слон Д8. Такая творческая с виду позиция. Но она очень ядовитая, казалось. Потому как теперь черные хотят пойти в Б6 и начать выходить своими слонами. И, как ни странно, несмотря на то, что компьютер здесь отдает большое преимущество белым, я бы здесь еще далеко бы не так очевидно все это оценил с человеческой точки зрения. Потому что у черных после Б6 очень простая игра. То есть, слон на Д7. Потом слон может выходить на Е8 через Ж6. Если ладья по седьмому ряду может в район поля Ж7 оказаться. Поэтому далеко все не так просто. Е4, Б6, конь Б3, слон Б7. Мы видим, теперь черные фигуры начинают обретать активность. И, казалось бы, у них было все стесненное положение. А сейчас мы видим, что слоны начинают действовать. Конь Д2, ферзь Ж6. Правильный ход, улучшающий положение ферзя. И централизирует. Централизация происходит. Контроль пункта Е4. И спокойно пошел H5. Бельгун. После ЕД слон Д5 улучшил положение своего слона. Конь Е4. Вроде как все разумно. Но после Ж4 черные идут вперед. Продолжают эту линию поведения. Король Х1. Еще один хороший ход. Слон Х4. Спровоцировал на ход Конь Ф6. И после Слона Ф6 ЕВ ладья Ц8. Черные полностью контролируют игру. Слон на Д5 сильнее, чем слон на Б2. Мы видим проблемы с пешкой Ф3. И периодические идеи с открытием линии Ж. Очевидно, что сила разноцвета в действии. Как раз таки в таких ситуациях это и проявляется. При тяжелых фигурах разноцветные разнопольные слоны являются первым признаком атаки. Итак, Ф7. Ферзь Ф7. Ладья Ц2. Ну, в общем, здесь уже Бельгун перешел к победе. По сути дела, неожиданно позиция просто белых разваливается. Очень быстро и очень здорово играет монгольский шахматист. Очень сильный контроль над этой партией он провел. И после взятия Ферзь заходит на Аш3. Обратите внимание. Контроль еще по седьмому ряду. Никакой активности белому Бельгун не дал. И после Ферзь Е2, Ферзь Ф5. Ладья Ц3. Король А6. Еще один точный ход. Дабы избежать возможных вторжений по седьмому ряду. Профилактическое сильное решение. После хода Ладья Ц8. Ферзь Х3 выяснил, что надо просто-напросто сдаться. Грозит взятие на Ф3. И на Ладья Ц3 последовало вторжение Ладьи на Ж7. Ладья заходит на Ж2. Блестящая атака со стороны черных. Встанывали. Мне очень понравилось. Обратите внимание на то, как действовал во второй части партии монгольский шахматист. Итак, вот такие вот были сюжеты в этой группе. Я показываю еще раз таблицу. Значит, группа, которая завершилась. Индия первая, Китай второй. Мы видим, что очень плотность высокая была по количеству набранных очков. На пол очка буквально Индия передела Китай. Ну и, соответственно, финальная пуля выглядит следующим образом. Значит, у нас получается Индия вышла в четвертьфинал напрямую. Она будет играть с победителем с матча Греции-Армения. А, соответственно, Китай ушел вниз. Играть будет он с Украиной. О группе Б я буквально через некоторое время вы сможете увидеть еще одно видео. Посмотреть группе Б, группа смерти. Как ее окрестили мы с Евгением Томашевским. В общем-то, очень интересная группа, где просто-напросто ни одна, ни две команды били за одну путевку, а целых шесть. Поэтому советую всем посмотреть обзор следующей группы. Ну а группа С, где играла Россия, она также будет... Вы сможете увидеть видео буквально сегодня на канале Ютуба. Итак, что же, всем спасибо. Всем пока.